Всем доброе утро! Мы приехали на Дуатлон, который у нас в Подгореце. Это чемпионат Черногории по Дуатлону вообще. И мы в таком прекрасном месте. Тут находятся виноградики, 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 виноградники, которые называются Плантаж. Большая известная компания, как я понял, которая занимается производством вина. Соответственно, мы посередине виноградников будем ехать. Я покажу сейчас трассу, вообще мне кажется очень круто, красиво и погода прикольная. На самом деле, обещали солнечно, но почему-то какой-то туман, что ли. Но сейчас, я думаю, разойдется все. Приглашаю вас посмотреть на это все дело со мной. Это, наверное, байки, на которых будут поесть, может быть, электробайки, а может нет. Ну, красивые. А, это Байкенмор. Это вот ребята, которые, собственно, продают велосипеды Джайант в Черногории. Вот, собственно, это их, я так понял, пункт. Они взяли на себя, типа, и велики рекламируют, в том числе, наверное. Наверное, так. Пойдем виноградники посмотрим. Ой, это кто у нас такой. Есть собачка. Добрая собачка. Надеюсь, не злая. Блин, прикольно вообще. Красиво. Вот, собственно, главная арка. Транзитная зона. Коробки есть. Придется туда кроссовки, наверное, складывать. Сегодня мы преодолеваем 5 километров бег, 20 километров вело и 2,5 километра бег снова. По-моему, трасса очень крутая. Можно накачать побольше бар. Давление побольше можно сделать и спокойненько стартовать. Ну, асфальт неплохой, я вам скажу. Довольно-таки такой, хороший. И хорошо, что широко довольно. Это прям плюс вообще. Прям вообще большой плюс. Прям этому рад. Потому что проблемы иногда бывают на гонках, что просто узко. То есть узко. Тебе сложно обгонять, сложно маневр делать. Это важно очень. Доброе утро. Как вас? Добро-добро. Передай привет ребенку. Твоему фанату. Твоему фанату, в первую очередь? В первую очередь твоему. Ну, это само собой. Вон тот усатый, быстрый очень парень. Очень, очень быстрый парень. Да, я готов. Вон тот парень очень быстро ходит. Я знаю. Я знаю. Усатый парень. Очень быстрый. Он не только ходит, причем и плавает, и... Да, да, да. На всякий случай. Для тех, кто не знает. План простой. Отработать по плану. План отработать по плану. Все по плану пошло, да? Ну да, ну просто, не знаю, просто ехать. Просто, ну, я не знаю, Терчим. Для подиума, для первого места. Я не знаю, мы увидим, потому что some guys with master 6s are fast. No, yeah. No? You will be the... Короче, накачиваю колеса. Иди, мастер. Очень шесть. Короче, есть косяк. Вот тут стоят удлинители специальные, видите? И я ниппель, удлинитель, плохо, короче, закрутил, и у меня нет закручивалки. Не ошибайтесь так, ребят. Короче, все, байк поставил. Туфлики на резиночках, кроссовки. Сейчас я надену их. Шлем разместил. Сейчас покажу, как. Велокомпьютер включил, шлем разместил вот так вот, видите? Ремешком вот сюда, вот так. А, вот так вот. А? На флорке. А? Не на флорке? А, да. Флорке, на флорке. Флорке, на флорке, так вот. Или это не важно? Все, что не нужны, пойдет внутрь. После того, что нужно, может быть, внутрь. Но я видел в рейсах, но нет таких. Они поднимутся, поэтому это не так важно. Да, я не могу поднимать так, потому что я не имею в виду этого. Я не имею в виду. Если у вас есть виду, то есть проблема. Это слишком плотно и нужно поднимать внутрь. Да, да, да. Есть у нас один тут мужичок, у которого велосипед. А ты на стим. Казахстанский трет, нет? Казахстанский трет. Я понимаю по-русски. Понимаешь ты по-казахстански? Когда ты учился? Я не могу мьют меня на клипе. Какая-то штука какая-то. Не мьют меня на клипе. Почему? Почему? Потому что я смешиваю. Люди любят тебя? Нет, я понимаю. У вас. Потому что все тст. Потому что ты... Чего ты тут? Чего ты? Чего ты рядом? Чего ты рядом? Чего ты что-то и sky. Это не отверстие, но отверстие. сиденья узнал как проходить транзитку проверить поднялся давление только что подкачал они все будет окей туфли закрепил звезду поставил необходимую небольшую чтобы начать движение узнал где маунт не и сейчас нужно уточнить дисмаунт на всякий случай велики вы смотрите хотя тут пинарелло вот я показал вам андрея офигенный анну дисмаунт по ходу здесь сейчас еще носок не надо будет кстати говоря переделать немножко потому что у меня носочек не очень корректно сделан посмотрите как интересно сделано но удобно но есть вопросы вот здесь вот разворот 1 а вот здесь вот я учету набеги а ну да мы бег короче вот сюда вот забегать нельзя за это мы бегем бегем строго вот вокруг вот здесь вот бегем и вот здесь вот пункт питания виноградник бегом поэтому мы бегем только так убить что по туфлям одизера про 3 сегодня как обычно других у меня нет гоночной не есть ума девять не тропа на про них есть обзор на канале стать она коник смысл они что-то мне они не такие хорошие к эти конечно эти вообще лучше гораздо так одесса где чуть-то не повод и здесь дети смолчут и зоне а дисмаунтов д дизмаунт дизмаунтов да а почему есть коврика тогда нет потому что у меня вопрос открытый сейчас я спрошу еще раз эти случаи участников это около по-моему 50 а может больше даже я что-то даже не знаю не помню посмотреть могиле что-ли раздают мышь нет и да нет после сейчас нельзя все бачка лежит надеюсь не побежит за всеми вот для тех кто совсем не понимает видите есть схема написано бицикла три круга встречание 2 плюс 1 кстати это вот полезная картиночка зона транзиции финиш здесь звону что все на на сербском ну мне это понятно приятно приятно очень участвовать в таких гонках я конечно я надеялся и уже думал о первом месте заранее но я сомневался потому что знаю что гонка это непредсказуемо радоваться прям что как это не то чтобы я хочу скромничать прям да ну и радоваться что прям вот я молодец там скорее я бы сказал так результат этой гонки это формула состоящая из тренировок предрасположенности какой-то да и какой-то удачи какой-то что ли да то есть вот где-то вот общая формула примерно такая да безусловно я занял первое место ну и конкуренция тоже ну и плюс эти еще зависит да еще в этой формуле то с кем ты соревнуешься можно тут возникает вообще такие философские и социальные вопросы я бы сформулировал победу так да ну не то чтобы бесценил но но все равно я думаю об этом поэтому я считаю честно вам сказать это что я сегодня подтвердил что могу проводить меньше времени со своей семьей тратить больше времени на спорт истязая свое тело и просто показал то на что он тренировался вот так вот то есть понятно что мне это нравится это я вы не за скобки да то есть мне это нравится я наслаждаюсь от этого но возник начинает уже появляться такой вопрос а важно ли это для меня это наверное уже будет у каждого определенный момент такой вопрос но я уверен что обязательно нужно делать то что нравится то есть всегда нужно находить время на то что нравится чего получаешь энергию я от того что делаю энергию получаю еще больше я получаю энергию от того что демонстрирую все это вам и делюсь с вами да что каждый может увидеть путь мой может со мной пообщаться задать какие то вопросы и вообще считаю путь каждого интересен абсолютно но очень тяжело его демонстрировать упаковывать показывать соответственно записывать видео и конечно это очень важно выходя на пять километров я понимал ну то есть выходя на гонку вообще гонка стоит с пяти километров бега 20 километров вела и два с половиной километра бега снова классическая дистанция дуатлона я понимал что я уже понимал заранее что мне нужно тактически правильно разложиться потому что все зависит сильно того как разложишься велосипед наиважнейший наиважнейший этап не потому что это велосипед а потому что он самый долгий самый длительный он самый длинный то есть в плане даже времени да не то чтобы короче дистанции и упор желательно делать на велосипед как бы это странно не звучало понятно что и бегать если ты совсем плохо бегаешь к у меня например сплавание да если я плохо плаваю да хоть я там на вело и на беге буду вообще суперски я что-то отыграю но все равно конкурировать очень сложно это как вот и на лекции был два дня от world triathlon для тренеров по триатлону и мужик объяснял нам что для того чтобы выступать по триатлону там эффективно идти в элиту там или какой-то профессиональный если мы говорим вопрос типа плавание ну должно быть базовое плавание все то есть плавать десять лет десять лет ты минимум должен плавать ну и вот как бы вот этот важный момент соответственно если вы любитель не бегаете сносно и стоит выбор упор делать на велосипед или на бег я бы упор делал на велосипед в любом случае почему потому что велосипед он во первых подготавливает к бегу он без ударной нагрузки он очень прост ну хотя как бы бег еще проще да но технически велосипед самый легкий то есть технически самое тяжелое плавание потом идет бег потом велосипед из патриотлоны поэтому велосипедом нужно заниматься он и прокачивает кардиовую систему очень круто и подготавливает ноги к любой нагрузке ну не совсем прямо к любой да но очень хорошо подготавливают бегу я уверен мои беговые результаты во многом во многом состоят от велоподготовки потому что извините меня у меня уже последние несколько месяцев 7-8 часов велосипеда в неделю понятно да я раньше может быть тренировался в сумме 7-8 часов а тут велосипед только 7-8 часов и самое главное что психологически эти объемы набирать не так тяжело я в некоторой неделе набирал их все на станке включил фильм крутишь и все ну ладно возвращаемся гонки мы все стартовали вы можете увидеть это на видео после старта уже я видел понимал что мои дорогие уважаемые оппоненты Милош и Марко убежали вперед они убежали вперед и они где-то бежали мы начали где-то по 3.20 3.25 я такой и они где-то по 3.30 3.25 где-то вот так вот убежали вперед я понимал что 5 км потом еще 20 км потом еще снова 2.5 куда торопятся парни мы с Артемом Орловым бежали вместе я говорю Артем давай подержимся потом на велике поработаем ребят можно отпустить я если честно не верил что они прям на велосипеде выйдут тут супер ватты выложившись здесь да потому что закисление на таких скоростях приходит очень быстро ну если честно не очень верил что они могут разложиться супер эффективно и на велике они потом уедут потому что я понимал даже на транзитке можно будет догнать или на повороте то есть я короче не парился что это я отпустил их примерно я думаю метров 100-200 вообще было там отрыва легко то есть мы где-то я вот получается 3.35 был средний темп на 5 км Артем тоже отвалился к сожалению хотя я надеялся на него очень сильно ну тут кто как собственно готов и далее уже мы я собственно нагнал их уже в транзитке да но благо у меня транзитка вообще супер быстро получилось там что-то вообще что-то прям то ли 18 секунд то ли сколько по-моему сейчас выведу на экран вам покажу все цифры короче очень быстро это круто я собственно выезжал уже из транзитки я примерно за ними выходил и первый косяк который не предусмотрел туфли абсолютно дурацкие туфли у меня вот никогда такие не покупайте с липушками вообще кто ездит надо или на буа или триатлонные вот эти липушки две они вообще просто короче у меня слов нет я хотел сейчас в каньон эти туфли выкинуть ну ладно не буду выкидывать нужно купить просто триатлонные туфли нормально и все язычок заправился внутрь прикиньте хотя я до этого потестил накануне несколько раз все было нормально но язычок заправился внутрь видимо из-за того что он мало не подкреплен к липучкам да то есть язычок просто ушел в носок причем на обоих туфлях я проехал было три круга получается где-то 7 километров я вот первые три с половиной проехал просто без ну то есть ноги были на туфлях это очень глупо и из-за этого косяка я не добрал ребят сразу же хотя мне нужно было с ними сесть и с ними работать по сменам возможно мы тогда еще быстрее бы закончили потому что втроем работать гораздо легче а им вдвоем было очень тяжело я уверен я хотел но я добрать их никак не мог сначала не вдел туфли потом на повороте соответственно без того чтобы тянуть я тоже не смог и только после поворота я там их как-то закрепил с язычком с кривым и так и ехал короче вот это конкретно мой косяк ну то есть я еще и им как бы ну то есть я еще и из-за этого вторую группу подпустил ближе но по итогу вторая группа спасла меня короче мы едем я еду ребята где-то ну метров сто двести триста отрыва вообще легко было мне кажется метров триста отрыва они едут впереди я их собственно добрать никак не могу и вижу потихонечку меня круг второй меня начинают догонять группа номер два где там лука еще велосипедист один хороший ну тоже сильный парень кстати я почему-то даже не знаю надо посмотреть и собственно Артем с ними был но он тоже потом отвалился собственно они добрали я сразу за ними сел и мы втроем начали собственно работать но мы проработали немного там я ехал в итоге мне кажется значительная часть пути я один ехал все равно потом мы начали работать и уже как бы поработая втроем мы добрали ребят потому что наша мощность мне кажется была втроем ну как бы со сменами ну понятно отдыхает каждый больше добрать гораздо легче собственно мы их добрали и потом я даже вперед если честно не лез откровенно говорю сачковал ну то есть мало того я хотел я понимал что сейчас вот мы их добрали я понимал что тактически мне просто нужно сохранить силы для того чтобы два с половиной километра пробежать хорошо пульс упал где-то если он все время был там 170 175-179 местами пульс упал где-то до 165 я все время пил кстати хорошо что у меня были разведены углеводы примерно 100 грамм углеводов жидких с изотоником я их выпил почти все в течение вело трасса трасса кстати хорошая мне понравилась широкая но немного грязноватая конечно спасибо на самом деле за организацию организовывать такие гонки это вообще не легко ни разу мало кто об этом думает но это очень важная часть короче мы приезжаем на финиш я заранее я там чуть ли не за 500 метров ноги из туфель этих вытащил просто думал мало ли что застрянет опять там прилипнет короче из-за этого подостал даже чуть-чуть к линии дизмаунта один чувак кстати вот марка по моему в пенальти попал на 15 секунд на 10 или 15 секунд к сожалению из-за того что рано запрыгнул на велосипед кстати он довольно лихо запрыгнул на велосипед я так не умею я везде кстати не запрыгивал на велосипед я просто перекидывал ногу и это мне не помешало собственно выиграть это хорошо но это только потому что все остальные не умели потому что если бы так то они бы у меня выиграли какое-то время ну так вот просто я уверен из-за суеты бывает такое что ты можешь короче ошибиться и эта ошибка стоит 15 секунд в пенальти боксе простоять это конечно такое ну так вот уже мы забегаем большой толпой в транзитку ну из транзитки я кстати выбежал второй хоть забегал ну реально да я забегал а нет не последний получается кто то опять один неправильно с другой стороны в транзитку забежал я где-то получается нас было пять человек я четвертый забежал из пяти в транзитку вторую и второй выбежал сразу за лукой ну просто остальные были конечно там был момент борьбы на два с половиной километров от Милоша я сразу выбежал обогнал луку луке тяжело было бежать сразу я смотрю темп там три двадцать потом опустился по три тридцать смотрю за мной Милош бежит и держится я думаю если он продержится до конца и потом будет ускорение под конец я не вывезу потому что мне кажется у него взрывной силы больше ну мощи которую он может выдать там на несколько на сто двести метров так я уже был в таких ситуациях я знаю до этого лучше не затягивать моя сильная сторона не ускорения ну мне кажется я на выносливость очень хорошо и мне нужно было раньше раскатить ну и там Артем Плюс подкрикнул я на самом деле еще метался когда уже мы развернулись и он бежал за мной я еще метался что делаю держать по три тридцать бежать также три тридцать три тридцать пять или ускориться по три двадцать и попробовать скинуть его раньше ну соответственно я понимал что рисковать я наверное не могу плюс Артем подсказал да и я такой думаю ну ладно попробую ну собственно я просто расслабил тело сделал шаг шире начал раскатывать на удивление я слабо закислялся не знаю как объяснить это я чувствовал что после вела я довольно свежий прям ну ноги прям вообще свежие были после вела хотя и средние ваты были не такие большие двести шестьдесят всего лишь ват да нормализованно кстати надо посмотреть я не смотрел сейчас посмотрю интересно выведу тоже на экран короче я довольно легко себя чувствовал ну и все потом уже я когда начал раскатывать я уже слышал на самом деле ты по дыханию как будто бы я не знаю я думал конечно можно было бы там сыграть многоходовочку да то есть я бы на его месте может быть а стал бы чуть-чуть вел бы самого себя ну вел бы меня в заблуждение что как будто чуть подпустил а потом ускорение прям что есть мочи но я смотрю он встает раз-два я качу там уже по три двадцать где-то снова поворачиваю головы он еще дальше он еще дальше потом я уже подросла глазу думаю фуф ну все хорошо ну и все на финиш прибежал первым все встал украшает вот 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 это было нелегко глупые ошибки допускал, но вывез просто за счет удачи, скажем так повезло, что не усидел тот сзади, он бы меня съел Браво, три стиха и браво лихом поеду 이트 борьба глупые cot клупость Поэтому так, огромное спасибо оппонентам моим, с большим и глубоким уважением отношусь к ним, потому что я в стране, то есть я здесь, как сказать, можно сказать, можно сказать гость, хоть и живу уже здесь, как это временное место проживания, чуть-чуть не постоянное, да, потому что мы здесь уже находимся больше полтора лет, но тем не менее нужно всегда помнить про то, что, ну, ребята местные, это те, кто постоянно, хотя я сравнивал себя с каким-нибудь африканцем, я же не какой-то африканец, который приезжает на этот, собственно, на старт забирает призовые, да, хотя я, если я уже к такому подхожу уровню, мне бы тоже, наверное, не нравилось, хотя как это может не нравиться, я не знаю. Ну, короче, я испытываю такое небольшое чувство стыда, может быть, или вины, ну, а оно при мне есть просто, я это наблюдаю. Но это спорт, видишь, как тут, как очень, очень длинная формула, как, как я озвучил, и очень много факторов, которые могут сыграть за тебя или против тебя. Сегодня сложилось все в мою пользу. Чуваку продал свой три-сьют, себе заказал, себе заказал три-сьют триатон-клуб Удва, скоро приедет, а сегодня вообще выступал в три-сьюте своим старым, но решает не три-сьют, решает, только вы тренируйтесь, поэтому тренируйтесь, ребята, вкладывайте в долгу, если важно это для вас, и будет результат. Хотя сегодня меня, по факту, мне кажется, привезли, ну, сложно сказать, что привезли, я понятно, что я приехал, сложно возить того, кто едет сам, но Даша забегается с дочей своей, тренируется у меня сегодня на четвертая, тоже неплохо. Дамир уехал уже, тоже четвертый, но уже награждение. Кого могу я поблагодарить еще? Так это, конечно, свою семью, своих близких, своего тренера. Саша, спасибо большое, не знаю, ты это, наверное, и не смотришь, но без тренера я ничто, как и любой спортсмен, хотя есть спортсмены, которые тренируют сами, но, если честно, в это, мне кажется, это не очень эффективно. Вот. Подводка была очень крутая у нас через неделю, напомню, что у меня получается неделю назад. У меня сейчас вообще этот месяц чуть ли не каждую неделю старты, через неделю полумарафона бегу, по строге. Благо, объемы хорошие, форма хорошая, я думаю, можно показать тоже хороший результат, хотя там я уже мониторил, смотрю, кто будет бежать, там есть один парень, очень сильный, очень сильный, который у него личник там быстрее, чем без 70 минут, по-моему, он бежит полумарафон, но посмотрим, приедет, нет? От этого зависит, и на самом деле тут исход многих гонок зависит от того, просто приедет кто-то или нет, хотя на самом деле на каждой гонке так. Абсолютно нормально уже, когда ты подбираешься к уровню, когда рассчитываешь, попадешь в призовые места или нет, что ты узнаешь, спортсмен узнает, что кто-то едет, кто-то нет, и уже на основании этого принимает решение, участвует или нет. Ну, это, как это называется? Ничего личного, да? Вот. Поэтому как-то так. Друзья, можно записаться ко мне на тренировки. Сегодня также принимали участие мои дорогие, любимые атлеты Даша и Дамир. Показали крутые результаты. Дамир четвертое место в своей возрастной группе, Даша тоже четвертое место в своей возрастной группе. Я думаю, мы еще потренируемся, и они уже тоже смогут попадать в призы. Вот. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, в котором есть отчеты еженедельные, более подробные о тренировках. Если вы думающий атлет, который хочет улучшать свои результаты и какое-то дополнительное состязание жизни, помимо всего остального и такое хобби, если оно вам нужно, конечно, нужно погружаться в детали. Нужно как-то думать о результате или не только тренировками, которые вы делаете на какую-то часть, да. Податливость в идеале. У меня податливость, то есть выполнение тренировок больше 90 процентов, я думаю, может даже 95. Просто вот сам по себе этот фактор уже говорит о многом, то есть и мой результат это вот просто то, что я делал, все по плану, что мне говорит, тренер, я просто беру и делаю. Все, это большой залог успеха. Ну, то есть это значительный, ну, скажем так, фактор моего результата на сегодняшний день. Вот что важно. Поэтому слушайте своего тренера. Если стоит вопрос, где взять тренера, давайте созвонимся, я расскажу о том, как работаю я. Если захочется, можем поработать. Подписывайтесь на телеграм-канал еще раз, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.